Девушки отдыхают Девушки отдыхают Их утраты в рамках одного исторического периода Полагаю, оценивать цивилизацию надо по отношению к женщине И по той степени независимости, которой она обладала В этом фильме я хочу впервые рассказать историю цивилизации, где мужчины и женщины живут рядом При этом мне придется задавать неудобные вопросы Почему в истории едва ли не всегда правят мужчины? Почему почти всякая цивилизация устанавливает пределы женских свобод? И что делает статус женщины таким уязвимым перед политикой, экономикой и религией? Однако история также видела торжество женщин, преодолевших эти пределы и проложивших себе путь к власти От императрицы У, единственной женщины, правившей Китаем И Кристины Пизанской, первой феминистки К женщинам-революционерам из Франции, России и других стран Мы видим женщин, сотворивших собственную историю, чтобы изменить мир Тем, кто считает, что женщины не играли активной роли в истории Что нам довелось испытать только угнетение Я бросаю перчатку Потому что я верю, любая история, которая исключает женщин Или вытесняет их на свою периферию Это не просто искажение Это ложь, которая должна быть разоблачена Восхождение женщины Цивилизация Суровая правда заключается в том, что почти в каждой цивилизации Женщины считались людьми второго сорта Эта идея прочно укоренилась и была записана в скрижалях как биологическая истина Но почему это случилось? Всегда ли человеческое общество следовало этому шаблону? И насколько надо углубиться в прошлое, чтобы найти ему альтернативу? В поисках ответов на эти вопросы я приехала в Анатолию, центральный район Турции Расположенный между степями на севере и цивилизациями Месопотамии на юге В этих местах археологи сделали много находок От доисторических стоянок до женских статуэток Они показали фундаментальное различие в организации ранних сообществ Чаталхююк, Турция В местности под названием Чаталхююк найдена одна из первых стоянок первобытных людей Она относится к 7500 году до нашей эры, то есть к концу каменного века Здесь жили от 5 до 8 тысяч человек Это было начало эпохи земледелия Люди владели полуодомашниными животными и учились собирать урожай Чтобы увеличить шансы на выживаемость, они селились группами в домах из глины и кирпича И образовывали гигантские коммуны После 20 лет раскопок археологи сделали интересный вывод о том, что население Чаталхююка не придерживалось правил гендерного поведения Роли мужчин и женщин определялись их биологией Археолог Иэн Ходер считает, что это был нарочито уравнительный мир, где не существовало иерархий Мы долго, долго искали, но не нашли никаких остатков крупного церемониального центра или главного дома В Чаталхююке было очень много зданий примерно одинакового размера Некоторые выглядели так, будто стремились вырасти и доминировать над другими Но очевидно, существовал некий предел, мешавший росту Жители Чаталхююка хоронили мертвых в домах под лежанками Проанализировав ДНК, степень изношенности костей и копоть в легких Бригада Иэна пришла к заключению, что мужчины и женщины ели одну и ту же пищу И что разделение труда и домашнего пространства по половому признаку было незначительным Удивительно, но похороны влияли на общественные связи сильнее, чем родство или пол Мы предположили, что люди, которых хоронили под полом в доме, были нуклеарными семьями Но проведя генетические исследования, мы поняли, что это не так Люди, похороненные в домах, по степени родства не ближе друг к другу, чем жители соседних домов Поэтому, видимо, вскоре после рождения детей отправляли в специальный дом Или просто в другие дома по окрестностям То есть все сообщество в некотором роде было одной большой семьей Членов, которые связывало многое, включая биологические аспекты Если возникали какие-то сложности, люди всегда могли опереться на кого-то другого В этой сложной сети ритуальных и социальных связей, державших всех вместе То есть Четал Хе Ют был совершенно не похож на наше общество В нем трудно разобраться Самой знаменитой находкой в Четал Хе Юке стала фигурка женщины Которую многие считают главной богиней местных жителей эпохи Неолита Ее нашли в зернохранилище Она изображена в виде тучной фигуры на троне в окружении леопардов Ее ноги покоятся на двух черепах В одном изображении показана жизнь и смерть С тех пор она стала гордостью Анатолии, особенно среди местных мусульманок Мы называем ее матерью-богиней Она символизирует изобилие в Четал Хе Юке Мать-богиню извояли, чтобы она существовала вечно Из этих мест по-прежнему исходит изобилие Надеюсь, это будет продолжаться Оригинальная статуэтка с восстановленной головой Находится в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре Для многих она предмет паломничества Свидетельство того, что, возможно, в ранних сообществах Бог был не мужчиной, а женщиной Мы никогда не узнаем, что она значила для жителей Четал Хе Юка Но фигурка позволяет утверждать, что в этом неустойчивом, доземледельческом мире Где, возможно, жизнь зависела от капризов природы Способность женщины производить новую жизнь Приобретала особый, возможно, даже священный смысл Сидящая женщина из Четал Хе Юка обладала яркой красотой Ее позы явно символизируют собой женственность, плодородие и власть природы Об этом же говорит ее окружение, особенно леопарды и символический трон Такие изображения можно встретить в различных цивилизациях И везде мы видим прославление женской способности к воспроизводству жизни Тему священных мистерий Земли и победы жизни над смертью В следующее тысячелетие, по мере развития земледелия Общество начало организовываться с оглядкой на гендерную принадлежность Роль женщины ограничилась материнством и домом Ее статус стал вторичным по отношению к мужчине Который взял в свои руки власть над имуществом и общественным пространством В будущих религиях эти идеи были признаны естественным порядком жизни Чтобы лучше понять, почему это произошло Обратимся к первым цивилизациям, возникшим в Месопотамии Первой из них была шумерская цивилизация Образовавшаяся в IV тысячелетии до н.э. между реками Тигром и Ефратом В том месте, где сейчас расположен Ирак Поначалу шумер включал до 20 городов-государств Он входил в состав Вавилонской империи А затем до VI века до н.э. в состав Ассирии За это время в общественном статусе и роли женщин Произошли большие изменения Шумеры были активными и интеллектуально развитыми людьми Жизнь в области так называемого плодородного полумесяца Где произошла первая сельскохозяйственная революция Протекала в таком изобилии, что люди могли тратить энергию на изобретения и открытия Буквально изменявшие мир Шумеры использовали воды Тигра и Ефрата для создания первой ирригационной системы Они изобрели колесо, плуг и создали математику Они изучали звезды и разработали первый календарь Но самое главное, около 3300 года до н.э. они изобрели письменность Женщины в этом мире процветали Верховные жрицы в храмах имели ту же власть и статус, что и верховные жрецы В этом мире женщины имели официальный правовой статус И могли представительствовать В бизнесе у них не было ограничений, а когда они вступали в брак Приносили в семью свою собственность и могли получить развод Женщины могли учиться писать наравне с мужчинами Объективно говоря, в шумерской цивилизации раннего периода Не было ограничений по признаку пола Но все изменилось в 2300 году до н.э. Во время постройки египетских пирамид Когда аккадский царь Саргон Великий завоевал шумер и сделал его вассальным государством В новом мире женщины начали терять былую свободу Их участие в экономике стало ограничиваться Их отстранили от профессионального образования Но самое главное, всех женщин начали лишать властных полномочий и выводить из общественной жизни Как ни парадоксально, именно изобилие плодородного полумесяца вызвало эти перемены Сельскохозяйственные излишки породили классы Возникло неравенство в распределении, потребовавшее создание армии и передачи власти по военным правилам А также наследование по мужской линии Лувр, Париж Для того, чтобы понять сущность цивилизации Надо познакомиться с искусством, которое она после себя оставила Этот мир однозначно был мужским Вот царский придворный, видимо, больной А это царь Лагаша по имени Гудеа А вот победная стела Саргона Великого и его потомков по мужской линии Они сокрушают врагов и утверждают свое божественное право на власть Это мужской мир, отражающий иерархию богов Сидящая женщина связана с богинями плодородия и природы Но сейчас у цивилизации новые боги, боги справедливости и здравомыслия Лондон, Британский музей Посреди этих монументов, посвященных власти и завоеванию Месопотамские женщины постепенно стали невидимыми Но один голос заслуживает того, чтобы быть услышанным Он принадлежит Инхедуане Первому литературному автору, известному по имени Первой из многочисленных женщин из нашего рассказа Которые сами проложили себе путь к власти в мире, где правят мужчины Чтобы поговорить об Инхедуане, я встретилась с доктором Ирвином Финклем Заведующим отделением Месопотамии Британского музея Кто такая Инхедуана? Инхедуана была дочерью царя Саргона Первого Он объединил то, что мы сейчас называем Месопотамией, в Единую Империю Ее отец назначил ее жрицей Энн Мы называем ее Энн, жрица бога Луны в городе Урия В культуре того времени это был высочайший пост Это была ключевая религиозная позиция И она ее занимала Инхедуана создала первое в мире литературное произведение Собрание из 42 гимнов, написанных на глиняных табличках И восхвалявших всех богов во всех храмах империи ее отца Эти гимны сыграли важную роль, узаконив ее правление Я думаю, можно сказать, что это способствовало объединению Потому что политическая жизнь Месопотамии начиналась с городов-государств Каждая из которых имела своего главного бога и свой главный храм До некоторой степени они были соперниками И логично предположить, что Саргон назначил Инхедуану на эту должность И дал ей полномочия и соображение целесообразности Потому что тогда люди должны были увидеть, что все боги и все храмы Составляют единую систему Это олицетворение единства страны и богов, составляющих часть одного целого Таким образом, подобно многим женщинам, Инхедуана представляла культурную власть у трона отца И она это знала Она подписывала свои произведения Это была первая в истории авторская литература Но я думаю, ее самая впечатляющая работа Это торжественное стихотворение, посвященное Нанне Поразительный гимн, где она сравнивает себя с богиней плодородия, природы и разрушения Хозяйка неба, госпожа моя Ты хранительница великих божественных сил В разгар сражения все падают ниц перед тобой Ты даруешь столько сил, чтобы зубы могли крошить кремень Ты идешь вперед, как животворящая буря Революционный характер стихотворению придают детали ее жизни Она страстно повторяет свое имя Она пишет Я Энхидуанна Я блестящая верховная жрица Нанны Четыре тысячи лет назад никто не использовал в поэзии местоимение «Я» Энхидуанна была первой женщиной, первой писательницей, которая назвала себя Это заявление «Я Энхидуанна» производит большое впечатление, потому что такое красивое и уверенное утверждение женщины «Я есть» было сделано на заре цивилизации Дерзкий манифест самостоятельности Энхидуаны Такой редкий и такой символичный в истории женщин Особенно трогателен, потому что жрица жила в переломный момент До нее шумерские женщины имели равные права с мужчинами А затем, по мере усиления общественных законов, в отношении патриархальной семьи, контроль женских прав усиливался и ужесточался Это самый ранний из найденных свод законов В нем мы видим, как заглушался голос женщины На одном из этих конусов написано Что если женщина что-то скажет вне очереди, ей надо выбить зубы кирпичом Этот самый полный свод месопотамских законов — кодекс царя Хамурапи Чья Вавилонская империя завоевала власть в регионе, который датируется 70-ми годами 18 века до н.э. На куске обсидиана изображен Хамурапи, получающий законы из рук Шамаша, бога солнца, справедливости и порядка, чья миссия заключалась в защите слабых от сильных И здесь, в тщательно выгравированных 282 законах сказано «глаз за глаз», «зуб за зуб» Многие считают, что это первые камни в фундаменте мировой цивилизации Ясно, что они предполагают неоднозначное отношение к женщинам Но есть в них положительная черта Здесь признается основное право женщин на собственность Это было необходимо, потому что давало женщинам защиту, если речь шла о приданном или наследстве Закон также запрещал жестокое или пренебрежительное отношение Если жена подвергалась жестокости, этот факт не оставался без последствий При разводе женщина могла сохранить свои сбережения Вдовы имели право пожизненно владеть недвижимостью покойных мужей Законами Сапотамии признавали в женщине личность Однако, с другой стороны, кодекс был ударом по экономической и личной свободе женщин В отличие от шумерских правил, женщинам запрещалось вести коммерческую деятельность вне дома Но, на мой взгляд, самым вредным было предоставление мужчине власти над женским телом Законом утверждался патриархат Мужья и отцы отныне контролировали сексуальную жизнь жен и дочерей Что означает, что женщину можно было убить за прелюбодеяние А условием вступления в брак становилась девственность Насилие считалось не преступлением против женщины А нарушением экономических прав мужчины Если, к примеру, чью-то дочь изнасиловали Это снижало ее цену как потенциальной невесты То есть она становилась порченным товаром Мы должны признать, что не знаем, как эти законы действовали в реальности Но в них ясно видна тенденция Мужской авторитет, патриархальные установки Понятия мужской чести теперь стали священными В Вавилоне времен Хамурапи происходило снижение общественного статуса женщин А в следующей империи, Ассирийской, этот статус понизился еще сильнее Если судить по произведениям искусства ассирийцев Это был мир сражений, пленных и богов мужского пола Мир мужественности Эта культура, в отличие, например, от демократичного раннего шумера Была милитаристской Она развивалась в процессе завоеваний В центре иконографии ассирийских царей была львиная охота Символ господства и контроля над природой, а не ее освоение Этот мир ушел далеко от сидящей женщины, исчатал Хьюка Археологический центр, Берлин 112 ассирийских законов, датированных XII веком до н.э., сейчас находятся в Берлине Больше половины из них посвящено взаимоотношению полов В них отсутствуют многие защитные меры для женщин, содержавшиеся в кодексе Хамурапи А цена непослушания еще более высока Поражает, насколько тщательно эти законы оберегают патриархальные двойные стандарты Мужчины могут делать со своими женами все, что пожелают Здесь прямо говорится, что они могут таскать их за волосы, выкручивать уши Могут выбрасывать на улицу без денег Могут отдавать в залог без всякой защиты Короче говоря, мужья могут делать с женами все, что угодно, кроме убийства, без повода У женщины же нет экономических прав, зато есть много обязанностей Если женщина сделала аборт, ее казнят Если изменила мужу, тоже казнят А если ее муж совершил преступление, то наказывать надо жену Так, например, жене насильника в порядке наказания полагается насилие На мой взгляд, это было суровое общество, где закон оправдывал мужскую тиранию У ассирийцев была одна деталь одежды Которая символизировала растущую пропасть между статусами мужчины и женщины На этой табличке закон номер 40 Первый известный на сегодня закон о платке Принятый за две тысячи лет до ислама Чтобы узнать о нем, я встретилась с группой женщин со Среднего Востока Из странной территории которых располагалась древняя Ассирия Замужние ассирийские женщины, вдовы, не должны выходить на улицу с непокрытой головой Дочери из богатых семей должны носить платок и ходить в плаще или длинном халате Служанка, выходившая на улицу с госпожой, также должна надевать покрывало Проститутка не должна носить платок, она ходит с непокрытой головой Законы делили женщин на пять категорий Жены и дочери высшего класса Служанки Храмовые и обычные проститутки А также рабыни Это была шкала статусов от уважаемых к презренным Наказания за проступки были безжалостными Любой мужчина, увидевший проститутку в платке, должен был арестовать ее Она получала 50 ударов бамбуковой палкой Если мужчина видел рабыню в платке, он должен был арестовать ее и доставить в суд Ей отрезали уши, а арестовавший ее мужчина мог взять ее одежду Я впервые слышу о таком законе О законе, предписывавшем ассирийским женщинам носить платок Он появился давно, задолго до ислама и христианства И меня потрясло, что если женщина не носит платок То ее наказывали за это Я думала, что только исламские женщины должны носить хиджаб Должны покрывать голову Прочитав текст, я почувствовала раздражение Сильнее всего меня возмутили классификации женщин И то, каким унижением, дискриминацией они подвергались Все это поощрялось храмами и правителями Думаю, я разозлилась еще и потому Что подобное сейчас творится в Сирии Где права человека существуют только на бумаге В гладко написанных законах Но на деле они не соблюдаются Самым распространенным, символически весомым наследством Доставшимся нам от древнего мира является покрывало Эта деталь цивилизации прошла через Грецию, Рим и Византию Его носили монахини и почти все остальные женщины средневековой Европы В Азии платок распространился до Китая и Кореи В исламе он обозначил принадлежность к правящему классу А затем к религии В Курдистане сегодня закон не обязывает женщин покрывать голову Но я из низшего сословия И когда возвращаюсь в свой город Приходится закрываться А кое-где положено носить хиджаб Это напоминание о том, что у платка долгая история Полная сложностей и противоречий Думаю, никого не удивить, что в таком обществе мужского господства, как Ассирия Впервые появился закон о ношении платка Но надо сказать, мы не осуждаем платок и его назначение в древности С одной стороны, это символ мужской собственности и мужского контроля Но с другой, хотя для нас это странно Платок позволяет женщине выходить на улицу, в общественные места Не компрометируя себя и не теряя защиты мужа В некотором отношении платок возвращает то, что он сам отобрал Он ограничивает женщин и одновременно защищает их Дает свободу в мире, где правят в основном мужчины Если ДНК ранней цивилизации была записана в мужских кодах превосходства класса и пола То среди плодородных степей севера процветает другая культура В дальней перспективе она вызвала затруднения у всех последующих цивилизаций Растянувшись от Украины на западе, через Казахстан и Южную Россию до Монголии на востоке Степи Евразии были прибежищем кочевников Особенно знаменитые скифские, сармадские и пазырские племена Это был мир мужчин, ведомый воинственными всадниками Лучшие пастбища тщательно защищались, а женщины часто попадали в плен во время междоусобиц Но недавние открытия в археологии представили свидетельства об отношении полов в племенах Указывающие, что контроль над женщинами и их подчинение не были неизбежными явлениями в древней культуре Профессор Леонид Яблонский из Московского института археологии последние 25 лет Изучал на юге России захоронения кочевников, называемые курганами За длительный период своей работы он обнаружил сотни захоронений Говорящих о центральном месте женщин в культуре кочевников Но у женщин, кроме украшений, мы находим и другие самые разнообразные предметы Это и орудия труда, орудия для выделывания кожи У некоторых женщин мы находим еще и предметы для нанесения татуировок Кроме того, женщины отвечали за всю духовную жизнь в этом обществе И таким образом, социальные функции женщины были намного выше, чем социальные функции мужчин Хотя военными вождями были только мужчины Вы нашли какие-нибудь захоронения женщин с оружием? Раньше археологи думали, что если найден скелет с оружием, то это непременно мужчина А если найден скелет с бусами, то это непременно женщина Но потом, когда научились определять пол по костям скелета, оказалось, что это не так И антропологи, физические антропологи нам показали, что мы очень часто ошибались Многие находки профессора Яблонского теперь находятся в Национальном музее Оренбурга Могилы женщин содержат огромное количество сокровищ Здесь и золотые ожерелья, и застежки с кошачьими головами, и священные объекты Зеркала, раковины и переносные алтари И большое количество оружия, свидетельствующего о роли женщины-воительницы Смотрите, очень маленькая ручка Да, у вас слишком большая рука, это явно предназначено для женщины Это женское оружие Особо выделяются среди сокровищ личные вещи умершей Это была 14-летняя девочка В ее могилу положили 40 бронзовых наконечников стрел Лук — это оружие дистанционного боя То есть необязательно обладать большой физической силой Для того, чтобы уметь хорошо стрелять из лука Как и сегодня, и во время Второй мировой войны, и во время войны на Кавказе Роль снайперов исполняли именно женщины Потому что снайперская винтовка — это оружие дистанционного боя Поэтому нельзя исключить, что во время войн древних, сарманских Женщины могли тоже пользоваться луками, находясь на некоторой дистанции от противника Подобно неолитическому Чаталхиюку, эти находки показывают нам мир, в котором Неустойчивость земной жизни отвергала идеи сегрегации или разделения труда Роль женщин не ограничивалась биологическими функциями или домашним хозяйством Кочевники, если хотите, указывали третий путь Они отличались от окружающих империй и городов-государств Городской порядок управления землей, собственностью, статусом на них не распространялись Для женщин это значило, что их ценность выходила далеко за пределы положения чьей-то собственности Или производительницы сыновей Их уважали за умения За то, что их вклад в общество был абсолютно необходим Что показывает, биология — это далеко не все Одна из самых интересных степных находок была сделана значительно восточнее, в горах Алтая, на границе России и Монголии В этих местах жили позарыкские племена, чья территория занимала область торговых путей с Китаем, Индией и Персией В 1993 году русский археолог Наталья Полосьмак нашла в ледниках плато Укок Захоронение 25-летней женщины 400-х годов до нашей эры Которые она назвала принцесса Укока Национальный музей Горно-Алтайска Вместе с женщиной в могиле лежали 6 лошадей, принесенных в жертву для ее путешествия в загробный мир Переносные таблички и алтари, содержавшие семена кориандра, последний ужин из баранины и кожаная сумочка С дорогим серебряным зеркалом, свидетельствующая о том, что ее хозяйка была в своем племени уважаемым религиозным лидером Находку отвезли в Москву для хранения и изучения Потом ее вернули обратно, и эта женщина стала для жителей Алтая национальной гордостью Для жителей Алтая эти артефакты и курганы имеют очень важное значение Люди относятся к ним с почтением И верят, что эта женщина является их правительницей и принцессой Умершая была одета в полный комплект традиционной одежды Войлочную ездовую обувь, длинную рубашку из дорогого индийского шелка На шее умершей было красивое ожерелье с восьмью кошками На голове парик из конского волоса, увенчанный шапкой почти метровой высоты Которая разрисована символическими животными, напоминающими о единении женщины с природой в древней культуре Я был очарован этим шедевром Эти птицы — символические лошади, небесные лошади между верхним и нижним мирами Ниже — олень, стоящий на шаре Шар символизирует власть Впитывая души птиц и животных Она набирает силу Думаю, это была очень могущественная женщина Мумия принцессы Укока перенесена в Национальный музей Горноалтайска Она вернулась домой спустя 19 лет Открытия, сделанные на ее могиле, являются, наверное, самыми значительными Ее особый статус подтверждает набор анималистических татуировок Она покрыта изображениями таинственных животных, спускающимися по обеим рукам до кончиков пальцев На левом плече — большое изображение оленя, чьи рога превращаются в птиц и грифонов Ниже — пантера, рядом с бараном Хищник и жертва изображены рядом Мы знаем, что олень символизирует священную женственность Это единственное животное, которое могло вознестись в мир духов и вернуться на Землю Он обладает силой возрождения Сегодня жители Алтая верят, что ее татуировки содержат зашифрованное сообщение, которое когда-нибудь откроется им Когда-то она была шаманом пазырыкского племени и в своем сообществе играла важную роль Часто кочевниками в истории пренебрегают, считая их неграмотными и малозначительными Но я считаю, что они оставили исключительно важное наследие Во-первых, это взаимный обмен между восточной и западной экономиками, который назывался шелковым путем Во-вторых, что не менее важно, это активная роль женщины, присущая древним кочевым обществам И позволившая монгольскому правителю Чингисхану поставить своих дочерей во главе самой большой в мире империи Среди всех символов статуса женщин, самым главным у кочевников были головные уборы Их остатки встречаются в сотнях захоронений Эти шапки, отделанные золотом и драгоценными камнями, сегодня по-прежнему популярны в степях Этакие переносные банковские счета для женщин Они передаются от матери к дочери Это не просто кусок ткани Они обладают огромной силой и, подобно платкам, указывают на богатство и статус женщины Но в данном случае это не благородство или невинность Это власть и деятельность И как это часто бывало в истории Борьба против кочевой жизни привела к радикальному переопределению места женщины в мире К VI веку до н.э. главными силами Ближнего Востока стали Персия и города-государства Древней Греции Если Персия подвергалась влиянию Сирии и кочевников То греки, особенно афиняне, в своей идентичности противостояли соседям-варварам И для женщин это имело пагубные последствия Афины, Парфенон Парфенон – самое знаменитое здание, символ мировой культуры, стоящий в центре Афин Он был построен военным лидером Периклом в честь победы над персами Парфенон напоминал афинянам, кто они такие и чем особенны Каждая его сторона может поведать свой миф об основании города Позади меня на востоке 12 богов Олимпа Сражаются с гигантами и навсегда утверждают свое могущество На южной, длинной стороне, показано, как царь Тесей борется с кентавром Мифическим полубогом-получеловеком А здесь кентавр сражается за варваров, живших на севере за Черным морем Но лично мне, самым интересным и красноречивым свидетельством об афинянах Кажется то, что изображено на другой западной стороне, обращенной к закату Здесь греки сражаются с женщинами-воительницами, амазонками Это яростная смертельная схватка Но ясно видно, что амазонки не идут в сравнение с героическими мужчинами Есть мнение, что одержимость греков мифом об амазонках То есть женщинах из племен кочевников Это свидетельство глубокой паранойи афинского общества Свободные и независимые амазонки Были антитезой греческим идеям о социальном порядке и гражданстве Убитые или порабощенные, они символизировали торжество греческой цивилизации над диким варварством Сегодня Парфенон символизирует демократию Но афинская демократия не была универсальной Она была открыта лишь для мужчин Только они могли быть гражданами греческого государства А на долю женщин оставался ойкос или домашнее хозяйство Женщины отстранялись от закона, от экономики и политики Даже от посещения тех мест, где граждане вели свои дела Их нельзя было покупать и продавать Но всю свою жизнь они проводили под законным патронажем ближайшего родственника мужчины Когда девушке исполнялось 14 лет, ответственность за нее передавалась от отца к мужу И только муж мог представлять жену вне стен своего дома Возникает вопрос, а что чувствовали сами женщины в своем положении? Самоуглубленная афинская культура, одержимость понятиями мужской чести и расовой чистоты Означала такой контроль над женщинами, который почти полностью исключал их из общественной жизни И эта особенность – парадокс греческой культуры Ни одна цивилизация не отводила женским божествам, например, Афине или Афродите Центральное место в своей культуре И в то же время ни одна не исключала земных женщин так категорично из жизни общества Судя по могильным плитам с женскими изображениями, от афинских женщин требовались послушание, целомудрие И главное – рождение сыновей для продолжения рода Здесь трудно найти реальную женщину из плоти и крови, нам это вряд ли удастся Не таков был замысел могильных плит Они делались для защиты определенных идеалов, таких как богатство, статус и честь То есть речь идет о гражданстве и семье с большой буквы Афинские женщины имели право коллективного голоса в городских религиозных ритуалах От свадеб и рождения детей до праздников и похорон Наверное, самым важным были тесмофории Праздник, посвященный греческой богине плодородия и земледелия Диметри Он проходил каждую осень во время посевной Место проведения имело большое значение И, подобно современным карнавалам, мир переворачивался с ног на голову И город Афины, средоточие мужской силы, цитадель греческой демократии На три дня переходил к женщинам Тесмофории, точнее всего, охарактеризовать как управляемое сумасшествие В первый день, называемый анодос, то есть подготовка Женщины поднимались по ступеням от агоры сюда, на холм Пинкс Здесь они ставили шатры на вершине Затем выбирали двух женщин на роль правителей Это было потрясающее действие Они создавали свой собственный полис На второй день, называвшийся Нестея, это означает пост выбирали женщин Для переноски ведер и отправлялись в подземные пещеры Где собирали поросят, мертвых поросят Считалось, что их тела символизируют женские гениталии Потом брали пирожные и выкладывали их в форме фалосов и змей А после полудня выкрикивали непристойности и любые гадости, приходившие им в голову На третий день, называвшийся Калегинея, то есть красивое рождение Женщины молились за детей и урожай В этом был двоякий смысл Во-первых, понятия о древних, о деторождении уходили корнями в тысячелетия назад И женская плодовитость связывалась с божественным помешательством А во-вторых, это тоже было важно Это был элемент управления, потому что женская чувственность отбиралась в пользу государства И несмотря на то, что женщинам давали волю, разрешали освободиться Они все равно следовали желаниям мужского населения Самое поразительное, что символом мужского контроля снова оказался кусок ткани Неожиданно оказывается, афины взяли обычай покрывать голову у древней Ассирии А отсюда покрывало перешло в Рим, Византию и христианские страны Если раньше накидка была признаком женщин царского рода То к пятому веку до нашей эры почти каждая жена горожанина покрывала голову Это был способ яснее показывать статус, чтобы женщиной легче было управлять Между женщиной и мужчиной не было равенства Женщина всегда стояла ниже мужчины Женщина была мужской собственностью Жена принадлежала мужу и своему дому Мужчина мог выйти и перейти улицу, а женщина не могла этого сделать Мы в стране, давшей миру демократию Но женщины современной Греции не имели права голоса до 1952 года Лучшее свидетельство широкого распространения накидки, найденного в Древней Греции Это коллекция посвященных богам статуэток, называемых тинограмми Сейчас она в Париже, в музее Лувра Их находили при раскопках гробниц Фигурки изображают женщин в повседневной одежде И показывают, какие разные накидки они носили вне дома Чаще всего встречаются шальги матей Надевавшиеся на голову и покрывавшие волосы Есть фареские накидки, прикрывавшие волосы и нижнюю часть лица Но самая удивительная накидка — это тигидий С прорезями для глаз, закрывавший все лицо Это слово переводится как «маленькая крыша» Символ мужского дома, где под защитой находятся замужние женщины и дочери Как и в древней Осирии, накидка служила социальным маркером Но в Греции она говорила о глубокой боязни женского тела И о том, что низшее положение женщины предписано не мужчиной, а обусловлено природой Из всего древнего мира, в Афинах, женщины жили, вероятно, в самых худших условиях Я бы сказал, что судьба афинских женщин больше всего похожа на судьбу женщин Афганистана в период власти талибов Ллойд Ливилен Джонс — один из ведущих мировых специалистов по древней Греции Он считает, что главной составляющей мифов, поддерживавших греческую идентичность Была идея о природе женщины Здесь у нас текст Гесиода, писавшего в VII веке до н.э. Он создал два текста Один называется «Теагония», другой — «Труды и дни» Гесиод пишет о сотворении первой женщины, греческого аналога библейской Евы, если хотите Ее, конечно, зовут Пандора Она, как известно, наслала на человечество наказание Если мы просмотрим текст, то среди всего прочего мы найдем несколько интересных вещей Во-первых, как автор называет Пандору, впервые представляя ее читателю Гесиод называет ее «генос генайкон» — первой представительницей вида Первая среди вида женщин Это фундаментальное представление В VII веке до н.э. оно, видимо, отражало более древнюю идею о том, что женщина относится к другому виду, нежели мужчина Это, конечно, миф, а в нашем представлении она приходит с этим ящиком На самом деле это не ящик Да, вы совершенно правы Она несет то, что по-гречески называется пифос Пифос означает кувшин Греки считали, что внутренний женский детородный орган имеет форму кувшина Таким образом, Гесиод пишет, что Пандора — это образ первой в мире женщины И эта женщина неизбежно приносит с собой в мир зло Так возникает негативное отношение к женщине Да, все верно Появляется мысль о том, что женщина по природе своей нечистая Поскольку несет зло, и ей нельзя давать свободу Наоборот, ее необходимо во всем ограничивать Ограничение же в древнегреческом мире Очевидно, воплощается в накидке Если накидка служила занавеской для того, что могло вызывать у греков отвращение То самые радикальные обоснования для покрывала предоставил Аристотель Вместе с основами западной философии Он развивал глубоко ошибочные идеи о женском теле Оказавшиеся, тем не менее, живучими Он считал женщину другой, но не относил ее к другому биологическому роду Ниши расой Совершенно верно Они были дефектными людьми Еще не достигшими совершенства Потому что у них не было семени, чтобы сотворить основу человека И это была самая распространенная идея в мире Древней Греции Она восходит к классическим арабским традициям А затем последовательно к христианским и средневековым традициям Эта связь, очевидно, оправдывает идею, что женщины не способны рассуждать Да, именно так В мире Древней Греции мужчины имели, так сказать, свои пределы Они владели рассудком, умели составлять планы И они должны были контролироваться мужчинами К тому же это оправдывает и домашнее насилие Женщина должна быть наказана Это единственное предписание Все это вытекает из идеи взаимоотношений чести и позора Честь дома сосредоточена в теле женщины Значит, любое нарушение с ее стороны Громкая речь на публике Громкий смех Демонстрация каким-то образом чести тела Все это непосредственно порочит чести дома И направлено против хозяина дома Это худшее наследие, доставшееся нам от греков Но сегрегация женщин, отстранение их от общественной жизни Не практиковались повсеместно Эти прекрасные портреты созданы в Египте В первом веке нашей эры В период грандиозного пересечения двух империй Обладавших открытой и богатой культурой Наполненные индивидуальностью Они свидетельствуют о социальной и юридической эмансипации женщин В Римской империи Они далеко ушли от греческих женщин в накидках Здесь чувствуется плоть и кровь Она чувственна, открыта и уверена в себе Мы можем заключить, что даже если ранний Рим впитал греческую идею о женском целомудрии То по мере роста своего имперского могущества Рим больше присматривался к другим цивилизациям Вроде Древнего Египта Чьи концепции гражданства распространялись и на женщин И в этом мире, развивавшемся параллельно цивилизациям Месопотамии С их окаменевшими сводами законов Законный статус женщин был почти таким же, как и у мужчин В египетском искусстве часто изображены пары Которые с любовью держатся за руки И носят почти одинаковые одежды В Древнем Египте принималось как мужское, так и женское начало Целью женитьбы было не воспроизводство, а общая жизнь И женщины обладали значительной самостоятельностью Это значило, что если все звезды сойдутся, женщина может стать правителем Одной из шести величайших египетских правительниц была Хадшепсут Она пришла к власти в 15 веке до нашей эры Как регент своего пасынка Тутмоса III, который был еще маленьким Но именно она правила два десятилетия Это показывает, что как правитель она была талантлива Хадшепсут присвоила себе религиозные атрибуты царствования Знаменитые статуи изображают ее с фараонской бородой Но важно также, что она заботилась о благосостоянии Египта О строительстве и торговле Она организовала самую большую в истории своей страны торговую экспедицию в страну Пунт Ее наследием были мир и процветание Но даже в Египте случались неожиданности Мы не знаем почему, но после ее смерти следующий фараон буквально изъял Хадшепсут из истории В каком-то смысле она представляет судьбу многих женщин не только в древнем мире, но и во всей истории Цивилизация часто представляется как триумф человечества Она дает нам огромные преимущества Своды законов о коммерции, о науке и искусстве Но если проследить историю женщины в обратном порядке То неприглядная правда может породить двойственные чувства Я считаю, что понятие цивилизованности часто включало контроль над женщинами Этот контроль менялся от страны к стране Изучая жизнь женщин в разных странах древнего мира От строгой Осирии до демократического Египта От равенства в кочевых племенах до деградации в Древней Греции Мы видим, почему история женщин никогда не была прямым движением из тьмы к свету Цивилизация и патриархат шли рука об руку Но это родство не было постоянным В древнем мире жили женщины, имевшие свой голос и обладавшие влиянием на общество Но в числе прочего мы видим, что уничижительные отношения В частности греков к женщинам, к их чувственности, к их разуму, к их способностям Встречаются и по сей день Один свод законов установлен для мужчин, другой для женщин Он запрещает им владеть своим телом Строить свои планы, самостоятельно действовать и принимать решения И это неравенство определяет характер жизни женщин О которой мы расскажем в следующей азиатской главе нашей истории Автор и ведущая Аманда Форман Автор и ведущая Аманда Форман